Сегодня 21 марта, Всемирный день поэзии. Этот праздник учредила ЮНЕСКО в 1999 году и, несмотря на время, он остается одним из популярных. Наш корреспондент Мария Антонова в этот день встретилась с представителем литературного клуба «Стихотворный бегемот», чтобы узнать, какое место стихи и литература занимают в его жизни. Ко мне сейчас все время пристает какой-то стихотворный бегемот, а раньше то и дело приходил, какой-то стихотворный крокодил. Именно эти строки и стихотворения Германа Лукумникова повлияли на выбор названия литературного клуба, который в округе существует уже на протяжении четырех лет «Стихотворный бегемот». 21 марта. Их профессиональный праздник в том числе. Основываясь на историческом и личном опыте, куратор клуба Николай Мелешкин отметил, что интерес к поэзии никогда не угасал и не угаснет. А ему лично полюбилось это искусство еще со школы. Считалось, что литература – это предмет, которым я хорошо учился и так далее. Но некоторые переломы у меня произошло, когда мне было лет 18, когда я увидел такую книжку у отца на полке «Онтология русского верлибра». Я вдруг увидел, что бывает другая поэзия, что бывает верлибр и что можно вообще писать абсолютно по-другому. Для меня это был такой эстетический шок. Всероссийский день поэзии сегодня празднуют не только поэты и причастные к поэтическому искусству люди, но, конечно, и сотрудники библиотек, для которых любой праздник, связанный с книгой и словом, важен. Например, Алла Карпенко, директора библиотеки имени Сергея Есенина. На протяжении 23 лет она создает уникальные альбомы, в которых собирает информацию о люберецких поэтах и поэтессах. Вы все прекрасно знаете нашу Галину Ивановну Талалаеву. И в первом альбоме сразу идет материал по ее книге. Вот здесь мы выложили, отсерили ее стихи. Вот она выступает, видите, какая. Вот. Это 11 ноября 1995 год. И в этом альбоме я еще нашла нашего любимого Ивана Васильевича Рыжикова. Вот он. Ну что это? Это же сказка. Вот такие. Николай Мелешкин и Алла Карпенко. Одни из тех людей, которые пусть по-разному, но главное сохраняют и развивают поэзию на территории нашего округа. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.